Итак, с вами, как обычно, Допгай, и я вновь приветствую всех жителей нашей психбольницы. Мы продолжаем играть в Кайзер Шизу за Мексику, и я пока анализировал нашу страну между сериями, понял, что у нас есть некоторая проблема с мейнпауэром, которую надо было бы как-то решать. Как её решать, пока что не очень понятно. Точнее как, понятно, нам нужны, скорее всего, госпитали, и нам, скорее всего, нужна промышленность на каких-то механах, не знаю, на каких-то танках, чтобы экономить себе людей, потому что люди в один момент обязательно закончатся. И я даже не вижу, где по фокусам этого избежать, честно говоря. То есть здесь, конечно, есть всякие тут новые территории захвата, да, вот это всё. Скорее всего, мы даже что-нибудь национализируем здесь новенькое, но я не думаю, что это решит основную проблему. Так что нужно этим делать, но... Но у нас нет фабрик, у нас три военных завода, у нас всего девять фабрик обычных, так что нам нужно сейчас вырваться из экономической проблемы. Потом начать здесь фармить опыт, чтобы сделать какую-то армию получше, да, по качеству. Опять-таки вторая закрыта наше всё. Мы вот отсюда получим 2% ещё, мэн пауэр, это приятно. Но это мы закончились. Вот есть вот этот баф на исследование бронетехники, и, скорее всего, я его потрачу в сороковые средние танки, и будем пытаться что-то с ними сделать. С ними и моторками, может, механом, ну, опять-таки, нам нужно делать другую армию только потому, что у нас дешёвое в один момент закончится. Ну, а на этом, я думаю, анализ закончился. Поехали. Начну я с мобилизации экономики, конечно, уже у нас политка на это есть, надо заниматься. И наши дивизии, кстати говоря, воюют здесь под дебафами, всё ещё, вот этими вот. Но здесь только арга, так что на сами статы это никак не влияет. Другой вопрос, что у нас, в принципе, дивизии без статов, если посмотреть, у нас 30 атаки на дивизиях, да, так что, ну, конечно, смешно немножко. Тем не менее, этого хватает, чтобы победить торгов, потому что там вообще вон ополчение. И парень взял и сразу ранился. Неприятно. А мы помогаем вот так вот объединиться войскам федеральным. Отлично. И сможем, я думаю, сейчас синдикалистов на юг запущить. Мы понимаем, что, в принципе, синдикалисты тоже наши противники. В принципе, все американцы наши противники, в нашем случае. Но синдикалисты особенно. Так, торговая связь есть? Давайте как корпоративскую экономику. Фабрики подходят, военные заводы подходят. Отлично. Нам нужно немножко повысить производство, я думаю. Нам также надо было бы ПВО добавить и ПТО. Ладно, ПТО, наверное, не стоит, потому что мы прям экономим на чем-то можем. Но, тем не менее. И, кстати говоря, у нас не было винтовок вот этих вот. Даже это немножко забавно было. Ну, ладно. Наслить два бафа на 100%, поэтому будем рашить вот эти винтовки, чтобы, опять-таки, делать их получше. И винтик про алкоголь в Мексике. Ладно. Ой, у нас доступны вот эти вот кнопочки по расширению промки. Давайте так и нажимать. Плюс фабрика. У нас уже, в принципе, неплохое количество фабрик. Сразу после этого, я думаю, мы будем идти в военную злозу, потому что нам надо начинать нашу промышленность военную расширять уже буквально, ну, очень быстро. Нам нужно настроить армию, и пока идет гражданская война, поделать вот эти вот правые фокусы. Я предполагаю, что они, скорее всего, придут к каким-то, возможно, боям. Так что нам точно надо иметь хоть какую-то армию. У нас землетрясения будут удалены фабрики. Шансом, блин, удалили реально военный завод. Ну, что вы будете делать? И давайте-ка добавим арту все-таки к нашим дивизиям уже, потому что, ну, слишком мало атаки. Было там 33, стало, ну, 48. Уже... Уже солидно. Сейчас еще пехотка новая появится. Начнем производить, станет еще чуть-чуть подобрее все. Нам бы вот этот фокус взять, да? Но армия, я думаю, все-таки чуть важнее в идеале. Но у нас ситуация не идеальная. Казалось бы. С одной стороны. С другой стороны, давайте-ка вот сюда пройдем. Аннексия против Юкатана. Столопта армии. Давайте вот сюда, а потом в Юкатан. Нам бы просто... Было бы, наверное, неплохо. Его сразу присоединить. Возможно, там какую-то промышленность поделает нам. Это было бы полезно. Давайте получим его фокуса, если будет промышленность, то попозже. И там есть промышленность. Она где-то как будто очень далеко. Поэтому мы сейчас идем вот сюда, чтобы получить стоп на армии. За счет этого доктрину побыстрее качнуть. И потом вот дойти сюда. И я думаю, мы реально несколько доктринств можем таким образом качнуть. Подучим здесь опыт, возможно. Потом, я не знаю, как это будет. Пограничные конфликты, либо реальная война. Но, тем не менее, мы к этому моменту, я думаю, уже будем хотя бы как-то готовы к войне какими-то американскими сторонами. Блин, я еще понял, что этот парень-то уже не включает вся команда чего-пехоты. Давайте назначимся по этому новичка, который будет с первого левела качать, во-первых, себе статы. А у него статы хорошие, стартовые уже. Куба осуждает наш режим, удача. Поэтому он подкачается неплохо. И плюс он себе тоже раскачает перки. То есть, чтобы у нас сразу генералы раскачивали перки, которых у них нет. И начинается Балканская война, но нас это не интересует. Наш регион, это Америка. И нам, в принципе, только, наверное, и будет интересен всю игру. В России евразисты. Как будто приходят в власти потихоньку. Авторитарные демократы. Ну, да. Судя по всему, так и будет. Здесь ничего не поменялось. В Германии тоже особо ничего не поменялось. Здесь Mosley правит. В общем-то, все достаточно стабильно. По крайней мере, в Европе. Ой, мы можем снова нажать эту кнопку. Расширение пробки. Давайте нажмем за 75 политки. Получать по фабрике. Самое главное, что мы получаем ее вместе со золотом. То есть, мы не тратим существующий флот на это. То звучит очень приятно. Но справедливость ради надо сначала мобилизоваться еще. Не забыть про вот это. Следующая политка на мобилизацию. Давайте, кстати говоря, сразу политку вот отсюда и получим, чтобы мобилизацию нажать. И потом уже идем вот до сюда. Его последнее желание. Ой, император Дес. Исполняет желание своего отца. Окей. Панаму являет военную кустарики. Блин. Медминор между собой воюет. А я с ними не воюю. Но мы этого один момент пофиксим. Давайте-ка немножко все-таки доктрину уже подкачаем. Чтобы уже чуть-чуть это, ну, выглядеть посерьезнее. Во. Уже, смотрите. 87 атаки. 250 защиты. Уже дивизия как будто нормальной армии. Вот здесь Украина захватила регионов отсюда. Мне только что выскочило. Любопытно. Но Украина, судя по всему, в левые силы идет. Ну, окей. Но это мы еще сказать не можем. До Европы нам тут делов маловато. И марионетка в Кубанскую Народную Республику. Прикольно. У нас уже 21 фабрика. Солидно мы уже подстроили. Как я и говорил, сейчас будем переходить уже на военные заводы. В принципе, база, чтобы строить военные заводы, уже готова. Образован Евразийский Союз. Вау. Это что-то реально новое. Да, прям называется Евразийский Союз. Сразу нападает на Алашскую Республику. Ага. И на райке в Союзе. Ну, а раз мы тут уже закончили с... Мобилкой. Давайте-ка сразу, оп, еще одну фабрику и подстроим. Блин, это можно... Сколько это можно подстраивать? Это очень классно. Так, мы стремимся к нашему культурному будущему. Да. Очень классно за 75 политики получать одну фабрику за 45 дней всего лишь. Даже еще не трачу никакие свои фабрики. Мы очень сейчас спустимся жестко, поэтому... И у нас здесь вот перепасов не хватает, я вижу. А у нас буквально здесь нету, откуда их получать. И машин у нас тоже здесь нету. Есть, как говорится, нюанс. То, что в том, чтобы воевать с Викатаном. Даже не знаю, как его по-простому решить бы. Вообще идея есть. У нас есть пункты снабжения вот здесь. У них вот здесь. Можно их заманить к нам вот сюда. Типа, давайте-ка нашу армию сделаем. Вот такой. Я не хочу за речку переходить, потому что нам потом и через нее атаковать тогда. Даже плохая идея, верно? Ну вот так вот. Но в наших пунктах снабжения пускай они к нам подойдут. Послабят свой фронт. И мы потом сможем к пункту снабжения вот этому пробиться. Звучит хотя бы как план какой-то, который может сработать. Учитывая наши очень ограниченные ресурсы. Резиндная, смотрите-ка. Резиндная, посмотрите-ка. Попущали... Та-да-та-ра-тан. Впрочем, венгры забухтели вместе с Иллирией. Ну, окей. Пускай там бухтят, то опять-таки. Нас европейские дела не слишком волнуют. А вот мы готовы бассенцев уничтожить. Нам вот это все нужно. Поддержка войны минус 15 у нас сейчас. Поднять бы ее вот это все туда-сюда, как говорится. Интересно звучит, но нет. Давайте-ка дебафы уберем нашей армии, что нам скоро нападать. И немножко армейский фокус поделаем. Вот, наверное, вот до сюда. Это пока что еще рановато, так что вот до сюда. Один сюда, три сюда, четвертый. И потом, наверное, вот сюда выйдем. Сразу перед маршала нашего сюда возвращаем. И готовимся воевать с Юкатаном. Там вообще фортификации есть, так что мы вдвойне удачно решили их заманить на нашу территорию. А теперь наносим тузовой маневр. Вроде как достаточно успешный, по моим ощущениям. Я думаю, у них в тузе туза ощущения заметные. Назармают они в последний рубеж. Ну, слушайте, это нам выгодно. Они в плохих условиях дерутся и только теряют приспособность за это. С другой стороны, мы получим меньшеество решения в итоге. Так что есть и минусы, но самое главное мы сделали. Мы их армию могли разбить там, где у нас есть припасы хоть какие-то. Вот они еще раз его нажали. Да, у них дивизии реально испарятся, я думаю, до момента, когда мы пройдем дальше. И я думаю, можно призыв немножко повысить. У нас есть на это палитка. Галерея истины Кастелланоса. Потому что она раскрывает правду. Звучит как-то надо уничтожить пропаганду. Слушайте, ну несмотря на то, что они дефаются кое-как, мы по факту почти закончили наше наступление. Понесли, конечно, и мы потери, но не сравнится с их потерями. Так что нормально. Сейчас немножко подрегнение мораль. Восстановим боеспособность. Туда-сюда. Планирование. И мы можем снова в наступление идти. Вот этот раз пустим, чтобы готовки пошли сюда, какие там были. Итак, они готовы. Там еще какие-то войны проходят. В них участия не принимаем. И новая фаза атаки. В этот раз прям с планированием совсем еще веселее. Боеспособность опять-таки они сейчас все потеряют. На своих вот этих вот последних рубежах. И сопротивление полностью закончится. Ну вот, как я и говорил. Мы просто входим в их страну уже как себе домой. В принципе, это и были наши территории. Они только временно решили повыебываться. Ну и давайте вот сюда пойдем уже, наверное. У нас, в принципе, армия после этого сражения выйдет уже плюс-минус готовой. Ну, как минимум, каким-то локальным боевым конфликтом, да. У нас немножко уже промышленность есть. Сейчас настраивается военная промышленность. Уже начинает подниматься. Потихонечку танки, может, какие-то буду подстраивать. Может, механ посмотрим. И можем, как минимум, уже начинать пытаться какие-то территории отжимать во время гражданки. Ну и да, они там какие-то даже укрепления имеют. Но все это уже пыль. Потому что без способности они уже по-свою потеряли. Ну и им просто не хватает даже количества закрыть все банально фронт. На самом деле, это тоже уже факт. Я бы хотел не вносить слишком большой урон, чтобы получить их снаряжение. Вот так, кстати говоря, даже с немножко самолетов не сильно много, но это честное снаряжение. Если бы они форсу защиту не нажимали, то было бы еще проще. Так, заявите о наших претензиях. Да, я думаю, почему бы и нет. Отлично. Давайте с чего мы начнем. С Американский Союз, Командоцентр, либо Тихоокеанские Штаты. Тихоокеанские Штаты поддерживаются Канадой. Это надо помнить. Мне кажется, Американский Союз это то, что мы можем ткнуть и пережить. Хотя у них промка, конечно, тоже страшная. Но Западно-американский самый слабый, активно говоря. Да. Ну, уверена, как они что вернут? Давайте начнем все-таки с Союза. Потому что, как можно видеть, здесь как-то фронт попроще всего будет сделать. Просто вот так. А здесь что-то очень странное. Вот, мы можем реинтегрировать у Катан. Конечно, мы это делаем. Сразу? Работает, да, верно? Нет, немножко надо подождать. Но мы получим здесь опять-таки какой-то пром и людей в у нас территория. Это всегда приятно. И мы сделали пересечь Рио Гранда. Что у нас теперь будет? Ивент. Что-то. Что-то же будет, верно? Американский Союз. Мексика требует Т-Джаз. Прыгая, тогда это будет война. А, сразу прям война-война. Хм. Ну да. А теперь разоблачили наш блеф. Нет, ребята, это не был блеф. Иртого решения не будет. Объявите войну. Поехали. Вы думали, что мы шутим? А мы не шутили. Так, мы, кстати говоря, не можем... А, мы не можем попросить. Ладно. Это мы попозже подделаем. Давайте-ка... Что мы хотим тогда? Армию подкачать? С одной стороны. С другой стороны. Барсаппорт было бы хорошо поднять. Давайте поднимем, убрав вот этот вот, видите, минус 15. В общем, сейчас их так неплохо здесь затроллим, окружив и обрезав им припасы. Надо было просто немножко сдать территорию, ребята. Да вы это... Что-то вы зря так сделали. А вот вы уже и потеряли нефть. Как... Как жаль, да, наверное. Ладно, это мы не слишком должны только перебоебываться, надо понимать. Наши силы. Вместо в регионе мы не такие уж-то и сильные, конечно, но... Что-то можем. Что-то можем. Юстон мы успели захватить. Всегда какие-то войска они перебросили. Ну, такие, ограниченные силы. Можем вот так вот нажать остановить. Дальше будем примерно руками что-то делать. Вопрос, сколько эта война будет длиться? Вопрос актуальный. Ну, кстати говоря, еще военные заводы сразу захватили. Отлично. У меня это нравится. Давайте сделаем вот так. И я бы хотел еще делать машинки, но машинки мы еще не исследовали, да? Окей. И пора добавить... А лопату мы тоже еще не исследовали, да? Да, лопаты... Ребята в нашей стране еще не знают, что это такое. Если бы они знали, что это такое, они не знают, что это такое. А вот ПВО можно уже добавить и потихоньку распределять. Ее же у нас вот оттуда выбивают. Господи, вот отсюда выбивают. Что-то сделать вот так, я думаю. И не дать им нашу вот эту дивизию разбить. Ну и отступить на какие-то чуть-чуть более безопасные рубежи. Тут укрепится кое-как. И вот здесь вот только единственная опасная битва идет. Но я думаю мы ее... Да, мы с ней справимся. Мы такую переживем. И в целом мы кое-какую границу забрали. Самое главное, мы забрали у них нефть. Как бы и военпрома немножко. Это всегда приятно. В принципе, сейчас мы будем потихоньку таким образом фармить себе опыт. И меня это устроит. Можно было бы взять... Блин, лавалапт надо было чуть раньше взять. Уже лавалапнулся, но надо не терять момент. Чтобы в следующий раз он не потерял лишние пипсы. Давайте потом вот сюда пойдем. У нас в принципе одна только пехота. Можно, кстати говоря, немножечко вот сюда понаступать. Я вижу момент, где можем пробиться мы. Ну и что я могу сказать? Война будет тяжкой. Но самый главный вопрос. Как мы можем... Можно, кстати говоря, вступить в какой-нибудь альянс. И, наверное, призвать против этих ребят какой-то альянс. Да, надо, кстати говоря, фабрики всегда брать себе дополнительные. Это очень выгодно. И именно фабрики, потому что фабрики дороже. Залогично именно фабрики себе спавнить. И мы тратим много ресурсов союза на себя таким образом. Да, отвлекаем. Но они сделали перемирие вот тут. Мне не нравится. Но посмотрим, как будет развиваться событие. Канада вмешивается тоже в гражданскую войну. Ух, ну, начинается заваруха. Но мы провинция за провинцией, видите, чуть-чуть туда-сюда и пушим. И надо вот эти все бафы себе подисследовать, потому что здесь они солидные. Допустим, уменьшение штрафа 7 и 5 это очень сильно. И, в принципе, вот эти все атаки дивизии тоже пособирать было бы круто. А еще было бы очень круто вот сюда пробиться и обрезать им там снабжение. Я думаю, вот тут полностью пункт умрет и снабжение сюда перейдет, перестанет приступать, да, и пробиться так к Далласу. У нас есть на это все шансы, я думаю. Мы, в принципе, давайте повысим производство винтовок. У нас сейчас очень жестко винтовки эти делают. Кстати говоря, мы производим 400 нефти, экспортируем 200 штрафов, но, к сожалению, никто не покупает. Задоволь фрам покупают, приятно. Но, тем не менее, винтовки сейчас мы как надо будем производить. И вот так вот, туда-сюда, вот это вот. И можем реально запушить, кстати говоря, главное, осень случайно не потерять. Но вообще вроде нормально. Да, мы вот так вот где-то собираем войска и атакуем их в меньшинстве. О, нам еще винтовок сколько, сколько нам всего закидали. Слушайте, давайте сразу сделаем вот так, чтобы нам все, кто хотел закидывать, что-то закидывали. И разбиваем их в деталях, так сказать. Там, где у них не сконцентрированы силы. Вот так вот пробиваем. И выходим к ЖД. Другой вопрос, можем ли мы его пробить. Хороший вопрос, на самом деле. Вот эту дивизию бы сюда перебросить. Падение манилы там еще идет, но падение манилы нам не так сильно интересно. Как-то так, что мы сейчас у них заберем ЖД. И вот эти ребята в теории должны остаться без снабжения. Да, так и есть. Оп. Снабжение прерывалось. Какие-то еще припасы у них остались, которые до этого ехали. Но по факту теперь снабжения нет. Мы можем спокойно пробиваться вот в эти регионы. Саперную руту первым исследовали. Давайте сразу в госпитале. Потому что я опять-таки хочу экономить своих людей. У меня их очень мало. И лопатка, думаю, да. Нам все еще, видите, немножко не очень хватает допки. Туда-сюда. Но надо понимать, что очень много не хватает. Потому что у меня здесь 12, да, в запасе. Стоит ребят. Так что в целом на вот эти дивизии, я думаю, будет примерно хватать. Давайте теперь остановим наступление. Пускай они все зареинфорсятся. По возможности. И нам бы как-то чуть-чуть увеличить тут тоже производство. Все. Ну, движемся в этом направлении. А тут у ребят вообще снабжение уже отвалилось полностью. Красные коробки. Значит, пора наступать. Мы если здесь вот захватим у них территорию, то можно будет прям очень наступать сюда. Другой очень важный вопрос. А как мы заберем территории потом? Неужели мы потом будем делить территории по мирной конференции? Я вот просто в этом не уверен. Но как будто да. И вот как я и говорил. Спокойно окружаем ребят. Вот все. Только, конечно, горы пробить было бы, наверное, хорошо. Но сложно, честно говоря. Но сейчас попробуем. Я думаю, справимся. А еще тут наши невероятные самолеты. Господи, у нас, да, есть несколько самолетов. Будут оказывать нам нереальную поддержку. Ну, кстати, начинаю их тоже исследовать. Потому что наша промка-то потихоньку оживает. 16 военных заводов. В один момент у нас вот эти все потребности будут начинать закрываться. И давайте, наверное, сделаем 21 ширины фронта. Опять-таки, арты не хватает. Но потихоньку-потихоньку заполнится. Но вот эти визы уже потихоньку будут получать эти статы себе. В общем, кстати говоря, захватили Герингию. Только что я заметил, что Метельпакт, точнее Метельафрика, немножко распалась. Грустно, грустно. Здесь, кстати говоря, Саса Колчак. Здесь вот этот парень правит. Здесь все, в принципе, вроде без изменений. Северо-Болгария проиграла здесь. И Венгрия тоже как будто проигрывает. Ну да, очень много захватили. Думаю, вот этот полу-успех не так сильно важно, как то, что Венгрия сейчас капнет. Здесь, кому-то, кратко говоря, на юге победила, как будто. Очень странная ситуация. Что-то все еще не дохвачено, но ладно. И здесь Цинь долбится с этими вот ребятами. Я думаю, Цинь выглядит как победная сторона. Может, этих они сейчас закатают, ребят, да? Куда этим их выбрать? Да. Тут 0-1 по промке. Они их сейчас закатают. И потом Фентянь тоже, думаю, закатают. Нормально. Ну, а мы закатываем в союз американский. И продолжим мы это делать в следующей серии. Наконец-таки наша Мексика оживает. Промка прям, смотрите, как светится, а? Ну, это вот, видите, фабрик настроил. Сейчас военных заводов настрою. Кнопочки эти туда-сюда. И как бы заживет Мексика-то, заживет. О, наш монарх какой молодец. А с вами был Добгай. Если вы еще вдруг не подписаны, то даже будете молдцом. Подписывайтесь. Ставьте лайки, комментарии, ребят, оставляйте. Дискорд, вич, все, ребят, как обычно. И до скорых встреч. Пока.